Всем привет, ребята! Вы на канале JJ Family, и с вами снова Катя, и мы продолжаем проходить дневники красной шапочки. В прошлой серии мы остановились тут, от нас убежал тот чувак, который крысолов, она его вроде назвала. Вот, он от нас убежал, и мы должны его поймать. Только я не знаю, где он? Опа, это как-то у нас затопило. Ага, ага, она вот успеет убежать. Блин. Блинский, ну как так-то? Да что ты, зачем ты в воду-то падаешь? Блинский, ну как-то тут, получается, можно было забрызнуть, а я тут немножко не поняла как. Ну ладно. Так. Ага, так, ну-ка, стоп. Ну, мать, ну ты что не запрыгиваешь? Ну, опять надо на время быстро... А-а-а-а! Да, конечно, убейся! Лучше башкой об стену убейся. Как-то нам надо... Все это сделать очень грамотно. Сейчас ждем все приливы воды. Так, сейчас... Вода у нас выходит, так... Почему он отсюда... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Да зачем? Я же хотела на эту трубу! Она, получается, на нее не хочет залазить? Ну ладно. Нам надо как-то быстро успеть, когда вода отойдет, нам надо будет быстренько все это успеть сделать. Так, вот стоим, ждем. Сейчас вода уйдет. Вот, и пока он поднимается, нам надо успеть что-то все это сделать. Вот-вот-вот, давай-давай-давай-давай-давай! Оп! Молодец! Все. Получается, на этом уровне я уже 12 раз играла. Потому что то проверяли, то немножко не понимали, что как нам делать. Ну, что поделать? Это первый раз играем. Так, сохранялочку. Наконец-то, мы опять на улице. Свежий воздух, о господи! Так, куда нам теперь-то-то? Управление Волчек Индестис. Здесь работают служащие завода. Здесь день и ночь трудился мой отец. Здесь нашли его бездыханное тело. Или бездыханное. Девальное книжным шкафом. В мир, но он отправился с полным собранием сочинений. Рано утром лоточники столько выносили товар, когда на рынке узнали о его смерти. Друг отца отправились в печать. Что спечатанное? Что там? Спечатанное вестью, наверное, в лес. Что, нам же теперь можно не бояться? Может теперь... Как будто мы душу собираем. Заполняем баночки с кляночки. Так, вон там еще ходят они. Пусть ходят. Давайте наверх сейчас сходим сейчас. Глянем, что там у нас. Но мы уже потихоньку приближаемся к этому Волчику. Это радует. Держишься, держись. Так. Я не знаю, зачем мы так перевозим. Если мы, в принципе, могли бы... Хорошо, что я высоты не боюсь. А я боюсь. И мне страшно за тебя, что ты опять сорвешься, и все. Да, конечно, но... Почему ты туда не забрыгнула? Вот немного стоку сбивает вот эта рисовка. То есть кажется, что вот она уже близко тут. Да, нифига. За что она там ногами цепляется-то? Я не пойму, за воздух, что ли? Смотрите, какая смешная анимация. Дальше, дальше. Вот. Мне доползли чуть-чуть. Ну, а буквы ты чего не берешь? Молодец. А столкнуться-то надо? Или что? И тоже на время, что ли? Нет. А, вот. Только зачем я эту скинула? Я не знаю. Ну, хватайся ты. Ой, ёлки. Она пока схватится? Ай, мы там не открыли. А как нам? Класс, а как нам туда попасть? Да как ты упала-то? Ну, там же, блин, ёлки-палки-то. Как ты упала-то? Я не пойму. Ой, господи. Там на пилило надо было прыгать, а она непонятно куда. Ну, идите сюда. Ты посмотри, какой пилило не хочет умирать, а? Так, этого вроде тоже, да, убили? Но, может, собирать некуда эти штуки. Так, теперь план действий. Как нам туда-то залезть? Как-то по-другому надо. Ладно, идите сюда. В мои годы Майя посещала город каждую неделю. Люди приходили издалека купить бабушкины снадобья и посмотреть на улыбку матери. Она любила рынок, его запах и шум. Ах, как за ней ухаживали храбрейшие мужчины улики. Но один из них зашел слишком далеко, и бабушка эти походы запретила. Мама словно видение. Мои воспоминания о ней поблекли. И я еще помню, какой красивой она была. Да-да! Так, елки! Ай! Чуть не прокатилась эта штука. Ладно. Какие-то, ого, какие-то шипы. Буковки. Как нам теперь туда забраться? Надо продумать все. Ага! Карета ждет! Я только поняла, что надо будет сейчас карета туда. Я правильно, надеюсь, все сделала? Ну да. Теперь надо по трубе сюда. А, или туда. Елки-палки. Тут иногда вообще можно не догадаться, куда тебе надо. Иди сюда. В смысле? Как ты меня ударила-то? Я же тебя ударила. Ой, господи. Я же быстрее была, чем он. Как только он... Да ядрить колотить! Что с тобой тогда надо делать? Я не пойму. Может быть, краситься надо? Да ёб твою мать! Я там что-то открыла! Я успела. Ну а как тогда надо делать-то? Я не пойму. Как там краситься-то было? Значит, краситься надо было. Ой. Все. Я-то не пойму. Думаю, как так я же его бью. Какую-то субстанцию еще собираю. Непонятно. Все, сейчас мы сможем туда как-то попасть. Наверх. Хорошо. Ой-ой-ой! Ой, как вас много! Ой, как вас много! Вы что-то респаумитесь же! Точно! А себя лечить... Да как ты? Ну бей! Что ж ты стоишь? Да бей! Мы сейчас дохнем тут, блин! Вот сейчас нажал все этот режим. До этого не хотел. Он прям так и не хочет нажиматься, когда мне надо это. Все. Так, нет, подожди. Ничего не нажимай. Мы же открыли. Да ёлы-палы. Все. Вот сейчас мы, получается, сможем. Так. Вот. На всякий случай с разбега. А то, может, опять, блин, помру. Ну, теперь запрыгивай. И поползли. И только немножко не понимаю, куда мы сейчас именно идем. Прям, к лям, говорю, все уже. Прям к уле реку, что ли? И здесь верно, топор пригодился. Ну, заходи. Время здесь словно остановилось. Запах старых книг, карандаши и пятна чернё на полу. Узнаю своего отца. Ага, мы опять в архив вернулись. Весоки отца были красноречивее слов. Лучше всего он говорил на языке угля. Он рисовал самые прекрасные истории. Так. Угу. Грейс! Как она здесь оказалась? Мать меня убаюкивать не могла. Её заменяла эта фигурка у моей постели. Отец делал её 22 дня. Мой крошечный настрялок покоя. Я назвала её Грейс. Я совсем о ней забыла. Она защищала от меня вас от воображаемых чудовищ. Надеюсь, защитит это от настоящих. Это мой... А, получается, уже, наверное, мастерской отца? Записи отца. Разрозненные, рассыпанные, как его мысли. Пиноккио, негодник. О тебе я рассказывала ночь за ночью. Я знала бы, дочка, как мы с тобой похожи. Только страшный ужас. По жизни нас дёргают за ниточки. И все видят, как нос растёт в расплату. Вот бы эти ниточки обрезать. Если мои творения разрушают, я всё равно... Я всё равно творец. Игрушка в руках дьявола, лишь игрушка? Даёт заработа кормить моего ребёнка. Но убивает невинных людей и мою душу. Отец, какие мрачные мысли посещали твою светлую голову? Получается, он создал вот всех вот этих вот стражников? Получается, что да. Так, вот здесь что-то ещё стоит сделать. Уважаемый господин Волчек, я всё обдумал. Я решила отказаться от должности Волчек Индастрис. Я отработаю ещё две недели. С уважением, Джозеф К. Шапка. Так, отец уволился? А я и не знала. Наверное, Волчек из него всю душу выжил. Знали бы мы. Стоп. На письме стоит дата. В этот день отец умер. Ага, его убили, значит, за то, что он решил уволиться. Интересно. Где-то потерялась там. И сейчас мы его оживим, наверное. Это же то, что я думала. Неужели отец это сделал? Он говорил, что разрабатывает игрушки. Для детей эта игрушка великовата. Отец. Этих оловянных солдат, которых я убивала десятками, сотворил ты? Не может быть. Не ты это сделал. Не ты. Я пришла сюда из-за информации. А теперь ещё больше запуталась. Надо воздух оглотнуть. А ты сама уйдёшь? Так, ой, извините. Я тут ещё чайку попить, а то горло пересыхает. Проклятье, совсем незаметно проигралось. Новый план. Сыграем в игру. Паймай меня, если сможешь. Я не хочу играть в такой план. Ай-яй-яй, беги-беги-беги-беги. Ай, беги быстрее. Ты ещё билей лазить надо. Не надо меня бить, ребят. Одни отстают, начинают пиставать другие. Что это за мини-игран такая? Ой-ой-ой, вот сюда что ли надо забегать? Нет! Или да! Нет! Куда? Блин, заново что ли бежать? Туда не надо было, что ли, запекать? Значит, надо было. Они вроде не успели меня убить. Так, нажмите ЛВ одновременно Б, чтобы минуть топор. Нифига себе. ЛВ и Б. Увидали? Я и не знала, что так могу. Ой-ой-ой. Отстань от меня. Отстань. Я думаю, он сразу двоих убьёт. Но нет. Так, что ты? Так, взяли буковку очередную. Тут ничего ты не делаешь? Нет. Хорошо. Значит, идём к этим гадам. Угу. Значит, никто вот так. Ну-ка, таки. Кого-то убьёт. Видите? Так ты, может быть, ударишь своим суперударом? Как эта мана распределяется, я не пойму немножко. А то, что мне люлят веселье, это да. В детстве у меня была армия таких солдат, солдатиков. У них крошечных и беззадетных не хватало конечностей. Поверить не могу, что этих оловянных убийц создал силы воображения мой отец. Он и правда отказался от своих принципов, чтобы меня прокормить? Неужели так легко переходить от плохого к хорошему? О работе он никогда не говорил. Но мы знали, что он несчастен. После смерти мати его глаза угасли. И хоть он и сильно меня любил, я была всего лишь утешением. Так, а что нам тут? Ой, да зачем? Я не то нажала. Вот же. А я перекат делаю. Зачем я делаю перекат? Я не понимаю немножко. Так, мне туда не надо. Хорошо, идём дальше. Сюда. О, прикольно. Так, дальше, 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 дальше. Дальше. Вот так что-то? Нет, а как дальше? Подожди, подожди. Окей. Я опять что-ли не эту кнопку нажимаю? Так я же ЛБ нажимаю. Вот. Ну. Я, может быть, вместо ЛБ ЛТ нажимаю? Я могу. Я так могу. Охренеть вам. Манна, конечно, тратится. Да, нормально. А куда нам дальше? А, вот. На плотике поплывём. Хорошо, хорошо. Что-то как-то плоты интересно так, а как они плавают-то сами по себе? Так, как бы у вас теперь всех убить? Вот. Ой. Ладно, убей вот этих. Теперь ты можешь вот этих бить, тех, кого я прошу, пожалуйста? Ай, у нас мана закончилась. Мана, мана, мана. Быстрее собираем ману, потому что она пропадает. Так, почти три пузырька уже заполнили, как и надо. Хорошо. Так, идём дальше. Вот сейчас чего-нибудь будет падать, да? Кого я вижу? Это что, объявится, а? Ух ты, ёлки. Эй, ты куда? Страшно, нам глаза показаться. И что это недоделанная лодка без руля? Дай. А куда нам? А куда нас везёшь? Ах ты, козёл такой. А ты понимаешь, что туда-то мы не пройдём? И в смысле ты нас обратно-назад везёшь, что ли? Пожалуй, история протекает вполне по-сказочному. Нет, так не прокатывает, значит, вот так. Всё, спасибо. Спасибо большое. Блин, что-то хп-шку мы теряем знатно. Так зачем ты опять не то нажимаешь? Я ЛТ вместо ЛБ нажимаю. Что за хрень? Почему? Потому что, наверное, мне так удобно. Ну-ка, отстань от меня, говорю. Отстань, отстань, отстань. Да что ж ты тоже не умираешь-то, слышишь? Ох, капец какой-то. Они вообще не хотят умирать. Вы убили себя. Я так понимаю, что я и по себе урон наношу, что ли? Эй, мужики. Ладно. Не хотите-ка хотите, я вас двала. Надо было приходить. Ай, вы идёте, что ли, всё равно? Да хорош, хорош. Ну, пацаны, ну чё вы так, а? Жалко, что ли, что я пройду? Ладно, сюда не залазит. Хорошо. Так. Ёй, опять не ту кнопку нажимаю. Да что ты творишь-то, мать? Пошли. Ай! Конечно. Всё, не ходите за мной. Так, а это топором, может, их? Угу. Они вообще что-то сейчас стали бить так больно. То есть вообще дофига демиджа наносить. Так. Это ещё крысы эти тут. Так, это вот как раз-таки мост, он сломан. Внизу, что у нас ничего, да? Хорошо, хорошо. Эти крысы, они вообще такие твари. Ну-ну-ну. Так, дальше. Какие-то непонятные штуки, и что-то у нас непонятное. Ага, драка с боссом, что ли? Хватит в кошке и мышке играть, дырянной музыкантишка. Теперь не убежишь. Говори или умри. Скажи, ты мою мать похитил? Я её дочь узнал? Или слишком много было молодых, которым было суждено... Что там суждено умереть? Эй, я с тобой разговариваю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Как они кусаются! Ох! ладно ребят давайте в следующей серии уже начнем с босса интересно конечно этот босс блин я не понимаю вообще что-то делать надо думали ребятки следующей серии мы разберемся так что ладно ребятки всем спасибо за просмотр не забываем ставить лайки подписываться комментировать обязательно а также нажимать на колокольчик чтобы быть всегда в курсе всех наших новых видео так что всем спасибо всех люблю пока пока